Доброго времени суток, дорогие друзья! На носу выборы депутатов в парламент Республики Молдова. 24 февраля. День, когда каждый совершеннолетний гражданин может отдать свой голос за одного из кандидатов. Но захочет ли он это сделать? Как раз это я и предлагаю сегодня обсудить. Итак, выборы. Они делятся на два типа. Незначительные, например, что надеть или куда сходить вечером. И серьезные, к примеру, кого выбрать в депутаты. Почему же они важны? Представим, что на выборы не пойдет примерно 10% избирателей. Подумаешь, скажете вы, что могут изменить эти 10%? Давайте разберемся. Допустим, в выборах в парламент участвует кандидат X. И он действительно хочет и может изменить что-либо к лучшему в нашей стране. Но в этом же округе в выборах участвует и кандидат Y, у которого репутация мошенника и пустослова, но он отчаянно стремится к власти. Для того, чтобы обеспечить себе кресло депутата, кандидат Y заплатил тысячи избирателям по 200 лей каждому. Поверьте, ему не жалко, ведь эти деньги он заработал нечестным путем. Явно у него миллионы на счетах. И вот, люди, которые продали то, что им дано Конституцией, то бишь свое право голоса, пришли на выбор. Допустим, 49% проголосовали за него, ибо надо отрабатывать полученные деньги. А за кандидата X, который уже разработал реальную программу своей работы в парламенте, проголосовал всего 41% избирателей. Потому что он ничего никому не платил. Ибо он честный человек. Возможно, те 10%, что остались дома, тоже проголосовали бы за кандидата X, и тогда он победил бы на выборах. Но люди подумали, что их голос ничего не изменит. К чему я это все веду? Мы жалуемся на то, что в нашей стране все плохо. Пенсии мизерные, зарплаты низкие, образование не поспевает за техническим прогрессом. Медицина, откровенно говоря, не самая лучшая. Коррупция портит всем жизнь. Так чего же вы ждете? Вот он, шанс все изменить. Хватит жаловаться, пора действовать в конце концов. Выберите нормального депутата, которому, как вы считаете, можно доверять. Ведь мы сами выбираем тех, кто будет управлять страной. Я призываю каждого гражданина, достигшего 18 лет, пойти и проголосовать. Но подумайте 7 раз, прежде чем отдать за кого-то свой голос. Ведь от этого зависит то, как мы все будем жить дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok